PR Day является ее детищем. Она PR-специалист, руководитель отдела по работе с комьюнити в Федеральном сервисе отзывов «Фламп». Яна Белова на этой сцене! Так, микрофон работает? Все нормально? Да, вроде работает. Привет, меня зовут Яна Белова. Я PR-специалист, почти все, что обо мне можно было сказать в двух словах уже сказанным ведущим. И это и есть тема и достижения, которые есть на текущий момент. Мне 25 лет, и почти все самое главное, что произошло со мной, ну, до текущего момента, произошло в последние пять лет. То есть в период, начиная с 20-ти лет, когда я училась на третьем курсе, и до текущего момента. На самом деле показательно, что у многих моих знакомых серьезные крупные перемены, заложившие какой-то принципиальный фундамент в их жизни, произошли примерно в тот же период. Именно поэтому я решилась выйти на эту сцену и рассказать вам о том, что произошло со мной, думая о том, что многие из вас сейчас как раз находятся в том самом ключевом периоде, решения в котором повлияют на очень многое в дальнейшем. Давайте начнем. Эта история началась ровно пять лет назад. Здесь вы видите меня образца 2008 года. Мне 20 лет, я учусь на третьем курсе гуманитарного факультета НГУ. И у меня очень хорошее время. Потому что это то время, когда я могу посвящать все, все 24 часа в сутки своим интересам. И я постоянно хожу на вечеринке в бункер. Под утро я встаю без сил и иду сдавать коллоквиум в НГУ. После коллоквиума, успешно сданного, мы идем к подруге веселиться и готовить пирог. После этого я еду на романтическое свидание. На следующий день у меня мастер-класс по танцам. Еще на следующий день у меня вечеринка еще одна в бункере. И вот так примерно выглядят мои и будни, и праздники. Родители практически не видят меня дома, но зато я на тысячу процентов довольна своей жизнью. Да, жизнь удалась, я поступила на бюджет в НГУ, и можно тусить. Можно тусить бесконечно. И примерно такое у меня настроение. Оно было таким до одного дня, когда я пришла домой и радостно сказала своим родителям. Вы знаете, я увидела в НГУ объявление о том, что у нас начинаются курсы японского языка. И вы знаете, я поняла, я хочу учить японский. И я собираюсь пойти в понедельник на японский. На что моя добрая, терпеливая, спокойная мама сказала, Ян, ты не офигела? Я, если честно, была в шоке. Я говорю, мам, ну, а что случилось? Разве плохо учить японский? Я, не знаю, ни пить, ни курить, собирать на японский ходить. Мама говорит, Ян, это нормально, что ты три года подряд, вот ты поступила в НГУ, ты просто развлекаешься. И ты ищешь миллион способов развлечь себя как-то по-новому. Это вообще нормальная жизнь? Ты не думала о том, что, может быть, тебе нужно когда-нибудь найти работу, чем-то в жизни серьезным заняться? Подумай об этом. Если честно, я обижалась на родителей примерно еще два дня, потому что мне казалось, что все нормальные родители поддерживают своих детей, а мои родители тираны и деспоты, и запрещают мне учить японский, когда я этого хочу. Это было неприятное чувство, но я с ним справилась и поняла, что в чем-то они, возможно, правы. Потому что на тот момент у меня вообще не было в голове ни одной мысли про работу, а тут все-таки она появилась. Дело закончилось тем, что я устроилась в редакцию одной газеты, в Новосибирске довольно известной, стала писать статьи, статьи писала довольно успешно, мне все нравилось, редактору все нравилось. Был, например, однажды такой выпуск этого издания, когда в нем было в одном номере восемь моих материалов, это очень много, и меня это так радовало. Знаете, я ехала на интервью каждый раз с каким-нибудь крутым героем и чувствовала себя Хэри Брэдшоу, такая прям крутая журналистка. Вот, я еду там в красивых туфлях, и вообще жизнь удалась. Черт возьми, как меня раньше могли устраивать все эти тусовки, бункеры и так далее, если такие возможности передо мной теперь открываются. Как я могла вообще жить без работы? Вот, примерно в тот же период мы с моим молодым человеком, теперь уже моим мужем, решили жить вместе. Ну, точнее, это произошло так. Я взяла свою спортивную сумку, приехала к нему и сказала, я буду жить у тебя. Я подумала, почему нет? Я уже готова, я взрослый человек, я в конце концов вот работаю, посмотрите, у меня все хорошо. Поэтому однажды на зимней сессии я скидала самые важные вещи в спортивную сумку, приехала к нему и сказала, смотри, я взрослый человек, я работаю, ты работаешь, мы сможем с тобой вместе жить. Однако продлилось это недолго, потому что, перейду к следующему слайду, самореализация это круто, но кто-то из нас должен платить за квартиру. Мы оба студенты. Муж, конечно, работает, зарабатывает по студенческим временам нормальную сумму денег, но этой суммы хватает, ну вот, на самое важное. Именно тогда я обнаружила очень много сайтов в интернете, в которых опубликованы рецепты самой дешевой еды. Это очень важный навык для человека в любом возрасте, но для меня в том возрасте это было просто открытие. Я пыталась примерно, ну, месяца три только гречками, макаронами, всякой фигней, и пыталась из нее изобрести что-то, ну, что-то хоть сколько-то съедобное. Но я начала крепко задумываться, потому что Кэри Брэдшоу это хорошо, но когда тебе не хватает не то, что на Маноло Бланик, но даже на обувь из центра, наверное, ну, о чем-то надо подумать в своей жизни. Я поняла, что самореализация сборова, но кто-то должен платить за квартиру. Мне, в конце концов, нужно к зиме покупать там зимнюю обувь, к лету какую-то летнюю, видимо, одежду, обувь. Вот, и, ну, фигово, когда ты питаешься макаронами третий месяц. Поэтому я подумала и открыла НГС-работу и стала искать вакансии на 15 тысяч рублей. Зарплата была для меня важна в тот момент. Я понимала по счету, прикинув свои расходы, поняла, что 15 тысяч рублей мне, например, хватит на то, чтобы там посильный вклад в нашу семейную жизнь делать и на какие-то мелкие свои штуки. Я нашла несколько вакансий, ну, как несколько штук, наверное, 80 вакансий для не требующих опыта, где платили 15 тысяч рублей. Вопрос, какую из них выбрать? Я поняла, что заниматься я готова далеко не всем. То есть есть вещи, которые я просто не буду делать, даже если за них будут платить 30 тысяч. Ну, не буду, не хочу. Вот, и я стала думать, что же я хочу делать так, чтобы мне хватало сил совмещать это с учебой, и меня не бесило ходить на эту работу каждый день. Я долго думала и поняла, что лучше всего у меня, получается, болтать. Я могу прям разговаривать с людьми. Я могу бесконечно болтать по телефону, бесконечно разговаривать с любыми людьми, неважно, кто это. И я подумала, что кул-центр для меня идеальный вариант. Вот, я устроилась работать в кул-центр. Мне все нравилось, потому что, ну, представьте мою эйфорию, я болтала по телефону 9 часов в сутки, и мне еще за это платили деньги. Это просто офигительно. Я, в общем, была дешевым фанатом своей работы, она позволяла при этом гибкий график, то есть я могла каким-то чудом закончить все-таки НГУ. Вот, и, ну, в моей жизни снова настали приятные времена, когда я поняла, что все круто, работа может одновременно, в принципе, и нравится, какие-то деньги приносить. Ну, кое-как перебьюсь там до конца учебы, там дальше, может быть, посмотрим, что-нибудь получше себе найду. Но, как всегда бывает с чудесами, они случаются неожиданно. Ты не ждешь, а оно случается. Однажды у меня была поздняя смена, я сидела на телефоне вплоть до, по-моему, 11 вечера или 10. Было темно, нас было мало в кулцентре, потому что звонков приходит мало. И позвонил клиент, корпоративный клиент, который был очень сильно недоволен работой нашей компании. Настолько недоволен, что с этой сцены мало какие слова из его речи можно произнести. Он сказал мне, что он собирается отключаться от наших услуг. Я работала в интернет-компании, интернет-провайдер, и что он не планирует в дальнейшем продлевать этот договор. Но у меня, знаете, поскольку я очень любила разговаривать и чувствовала себя ответственной за каждый звонок в нашу компанию, я решила его отговорить. Наш разговор длился 30 минут. 30 минут для сведений, если никто из вас не работал в кулцентре, это очень плохо. Звонок в кулцентре должен завершаться за 1-2 минуты. Если вы хотите, чтобы оператора кулцентра уволили, позвоните ему, поговорите с ним час, его уволят. Поэтому, когда мы завершили разговор 30-минутный, я была дико счастлива, что он продлевает с нами договор, все круто, я вообще молодец. И тут мне пишет наш директор, собственник всей компании, зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет. Я как бы такая думаю, ну все, шутки кончились. В общем, посидела, думаю, ну вариантов нет. Меня сейчас уволят с позором, ну и дальше лучше не будет, короче. Захожу в кабинет, и он говорит, ты знаешь, хотел тебе такую мысль предложить. Ну а представьте, да, ты такой маленький-маленький сотрудник кулцентра, один из там 50 человек, который даже по имени никто не знает. А он собственник региональной компании, директор там, суперкрутой взрослый, какой-то мужик. И он такой говорит, Яна, хочу тебе предложить одну штуку. У нас никогда не было пиар-специалистов в компании. Ну просто не было пиарщика. А мне кажется, тебе бы подошла эта роль. У тебя есть время, ты можешь сесть подумать дома, хочешь ли ты заниматься пиаром телеком-компании, решить, насколько тебе это интересно, и приходи потом на собеседование, с тобой поговорим, ты расскажешь, как ты видишь свой план продвижения компании. Я пришла домой. Знаете, что я первое сделала? Я открыла Википедию. Ну и, короче, смотрела, что такое пиар. Потом в Гугле, короче, погуглила, как составлять программу продвижения компании. Ну, вы понимаете, что ни в Гугле, ни в Яндексе никаких хороших советов на эту тему не дают. Я поняла, что, в общем-то, времени у меня не так много, потому что завтра надо идти на работу и давать какой-то ответ. В общем, что я там нагуглила, я помню плохо, но с какой-то программой продвижения я все-таки пришла. Я думаю, что мне сделали скидку на возраст, я подозреваю. Но так или иначе программа была принята. А так я стала работать пиар-специалистом. И я поняла, что решение найдено. Казалось бы, баланс в моей жизни идеально установился, потому что я делаю то, что у меня получается. Неожиданно получается. Я сама не ожидала, что у меня это получится. Я постоянно общаюсь с людьми, постоянно болтаю по телефону, разговариваю, вежу на какие-то тусовки. И при этом мне платят деньги, которые хватает теперь не только на еду, но и на квартиру, и на платье, и на туфли. Это очень круто. И дальше началась череда такой, знаете, короче, начался хороший период. Потому что мы постоянно проводили какие-то крутые мероприятия. Со мной подходили, знакомились журналисты, говорили, о, вот та самая Яна, вот когда я пиарщик вот этой компании, очень круто, а вы можете дать комментарии по поводу вашего развития в регионе таком-то. И я такая довольная давала комментарии. Потом мы выиграли серебряный лучник, получили его номинации за лучшие внутрикорпоративные связи, и после этого получили еще московскую федеральную премию Интерком за лучшие внутрикорпоративные коммуникации. Я, наконец, поверила в себя, почувствовала себя свободнее, увереннее, и буквально спустя, вот, наверное, после этой фотографии, два или три месяца, меня переманили в компанию Дубльгиз. Меня переманил мой текущий руководитель, причем он переманил меня на секретный проект, и когда он предлагал мне перейти работать в эту компанию, он так и сказал, я хочу, чтобы ты работала со мной в одном проекте, но он секретный, поэтому я тебе не скажу, какому. Как ты думаешь, готова ли ты в нем работать? Я, в общем, почувствовала себя в смятении, взяла время подумать, но поскольку начальник мой человек хороший, мы с ним были до этого знакомы, я сказала ему, окей, давай попробуем. Так я стала работать во флампе. Вот это фотография с самой первой вечеринки, когда мы с моим руководителем представляем фламп в Новосибирску. К слову, сейчас фламп есть в 85 городах, и я отвечаю за коммуникацию этого проекта во всех 85 городах России, ну, и я надеюсь, это не конец. Вот так вот стали выглядеть мои будни, вечеринки, тусовки, праздники. Людей становилось все больше. Сначала флампом увлекались 50 человек в Новосибирске, потом 100, потом 300, 400. Сейчас фламп — это такой большой, достаточно известный продукт в Новосибирске, в Екатеринбурге, Красноярске, Москве, Питере. Мы идем дальше, я надеюсь, когда-нибудь выйдем за рубеж, и так приятно осознавать, что мы своими руками в Сибири делаем продукт, который, знаете, любят во многих городах. Вот так вот выглядели мои будни, выступления на конференциях, развлечения. Вот моя команда. Я гордилась каждым днем своей жизни и казалось, ну, чего еще можно желать, да? Тебе еще даже не 25, ты работаешь в офигительной команде людей, которые тебя поддерживают, каждый твой день не похож на другой, у тебя постоянно какие-то крутые дела. Это вообще выглядел как праздник. Однажды я возвращалась на такси, с одной вечеринки было уже 2 часа ночи, я ехала с какими-то букетами, каким-то реквизитом, такая вся немножко с шампанским в голове, и мне казалось, блин, вообще все удалось, все очень круто. Я приехала домой, скинула туфли, кинула сумку, крикнула мужу «Привет!» и мне ответила тишина. Я зашла в комнату, увидела, что он спит на диване, не раздерживаясь в джинсах, в одежде, во всем, в рубашке, даже не накрыто одеялом, он ждал меня, но не дождался, и уснул. Ну, я думаю, не стоит так говорить, каким я давно у себя почувствовала в этот момент. Я зашла, села на пол, кот ко мне подошел голодный, помурчал, потерся в мою руку, я поняла, что, короче, что-то я не тем путем иду, надо что-то менять. Наутро, конечно, муж проснулся, сказал, что солнышко, я тебе не дождался, блин, что, было все хорошо, да? Но я для себя уже поняла, что-то пошло не так, что-то надо менять. Что надо менять? Чего не хватало в моей жизни, в которой, казалось бы, все было. Мне не хватало баланса, потому что хуже всего, это когда ты, казалось бы, всего добился, все успел, но при этом даже не помнишь, что было с тобой в прошлый понедельник. Ты просто пролистываешь эти дни на такой бешеной скорости, что ты даже не чувствуешь, что с тобой происходило, и гордость за себя ты чувствуешь, когда ты стоишь на сцене за микрофоном и, подготовившись предварительно на презентации, вспомни все свои крутые регалии, и ты перечисляешь. Но, блин, это же не та жизнь, которой хочется жить. И в этот момент я поняла, что баланс это такая штука, которая никогда не придет к тебе просто так сама, да? День сам по себе давно не станет, как говорится в одном известном демотиваторе. Так вот, день сам по себе был сбалансирован, но мне станет тоже. Это все зависит от вас, это в ваших руках, и только вы решаете, выстраивать баланс в своей жизни или нет. Тогда я взяла отпуск. Мы с мужем поехали в Малайзию, отдохнуть там хорошо. Потом я вернулась и пообещала себе изменить в своей жизни несколько вещей. Я пообещала, что буду приходить на работу в 10, потому что вообще-то я сама, и нет никакого смысла приезжать на работу в 7, и что-то там копошиться за компьютером, если я все равно до 10 утра не соображаю. Я пообещала себе уходить с работы в 6 или 7 вечера, потому что меня ждут дома, потому что дома меня любят. И потому что на работе за этот ограниченный период времени я и так успею сделать все важное, ну и возможно, меня не останется на какую-то шелуху. Ну и ладно, сделаю завтра. Я пообещала себе, что в выходные я буду ездить к родителям, потому что они соскучились по мне, и потому что многие наши мероприятия на самом деле можно делать вместе с коллегами таким образом, чтобы у нас у всех хватало достаточно времени не только на само мероприятие, но и на себя, на семью, на свои увлечения. Я пообещала себе, что обязательно 2 раза в год буду ездить в отпуск, в какую-то новую страну, в которой мы еще ни разу не были. Ну и наконец я пообещала себе, что в моей жизни будет вот этот четкий баланс, при котором я буду любить свою работу по-прежнему, делать по-прежнему много, но при котором я не меньше времени и не меньше душевных сил внутренне буду тратить на то, что мне дорого не меньше. И вы знаете, после этих договоренностей стоило прописать какие-то важные вещи для самой себя, жизнь действительно изменилась. У меня было опасение, что через 2-3 месяца я буду плохим сотрудником и из меня будет вообще нечего взять. Но через 3 месяца мир не рухнул. И работа шла по-прежнему, и города открывались по-прежнему, и комьюнити росло, и все было круто. Прошло 6 месяцев такой жизни, и вы знаете, я стала более ценным сотрудником, чем была до этого. Это было очень удивительное чувство, потому что мне всегда казалось, чем больше ты работаешь, ну, как бы, вот ты тяжело работаешь, получается, у тебя результаты круче. Оказалось, что когда ты держишь баланс, ты учишься отпускать, твоя голова не забита вот этим вот белым шумом. Ты не создаешь вот этой лишней тропии, и тебя хватает, твоего ума, твоих сил, твоих ресурсов как раз хватает на самое главное, на то, что может быть не хватит ни сил, ни времени, ни внимания у других. И посмотрите на эти фотографии. С этого периода у меня нет фотографий практически таких сделанных на фотоаппарат, потому что я, ну, практически не фотографируюсь на мероприятиях. Я запоминаю моменты. Я фотографирую в Инстаграм то, как мы проводим время, это мои подруги, мои друзья. Я вдруг снова увлеклась рисованием, мы с мужем съездили в Испанию, отпраздновали годовщину в Париже, годовщину свадьбы. Это было очень крутое чувство, которого бы у меня никогда не было, если бы я вдруг не задумалась, как держать в этой жизни баланс. Про что эта вся история? Она про то, что баланс можно держать с самого начала. Про то, что успехи, они даются необязательно, знаете, потом кровью и тяжелой работой. Успех может даваться легко, если вы помните о балансе с самого начала. И что можно быть успешным и счастливым, не испытывая чувства вины ни перед кем. Что успех может быть органичным. Каждый день вы можете просыпаться с утра, чувствовать себя просто счастливым и ни перед кем не виноватым при этом. Вы не будете думать, что вы чего-то не успели. Потому что каждый момент он будет дорог, важен и вы будете его проживать, вы будете помнить, что было вчера вечером, что было позавчера, что было месяц назад, полгода назад. И вот это самое крутое на самом деле. Почему я вышла сегодня на эту сцену? Я долго думала, выходить или нет, рассказывать на третий что-нибудь или нет, потому что мне всего 25, что я могу сказать. А потом я поняла, что если бы всего 5 лет назад я знала о том, что держать баланс так легко и что это может принести совсем другие ощущения от тех успехов, которые у каждого из нас есть, возможно, я была бы еще счастливее. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.